Владимир Иксенко на Иркутской земле строит первый раз. Раньше в разных городах страны занимался возведением крытых катков для занятий спортом. Теперь накопленный опыт применяет при строительстве важного Иркутска объекта – здание для старейшей библиотеки города. На его возведение из гиджетов разных уровней выделен почти миллиард рублей. Выработано 16 тысяч кубов бетона и 16 тысяч кубов грунта для котлована. Сделаны забито 750 свай, залиты фундаменты и поднятый минусовый этаж вместе с перекрытием. Итого мы это сделали буквально за 3,5 месяца. Короткие сроки. Ну а дальше темпы вы уже видите. А работа действительно, что называется, кипит и днём и ночью. На участке 160 человек заливают бетон, подготавливают опалубку, варят арматуру. Ведь им предстоит возвести 9 этажей. Именно столько будет в новом здании библиотеки. При этом ещё и внутренняя отделка и обустройство. В помещениях всё будет создано для удобства посетителей и надёжного хранения книжного фонда. В настоящее время структуры библиотеки располагаются в трёх зданиях в разных концах города. Иногда посетителям приходится ждать несколько часов, чтобы получить нужный экземпляр. В новом же здании на это потребуется всего несколько минут. Из книгохранилища и здания по специальному транспортеру поступит читальный зал. К сентябрю планируем иметь по библиотеке весь контур, все стены собранные и две стороны фасадов и благоустройство к нему. Чтобы мы могли приехать и увидеть, как оно будет выглядеть к концу года. А вот тоже к концу года. Министр пообещал, он каждую неделю лично будет следить за ходом строительства. Ледь к юбилею Иркутска планируется, что горожане смогут увидеть, насколько гармонично новое здание вольётся в городской ансамбль. А работники областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского ждут не дождутся, когда все фонды будут в одном месте. Вадим Шелцов, Виктор Тадмитов. Новости сейчас.